Привет! Тебя позвали на вечеринку в стиле Хэллоуина и ты не знаешь какой макияж сделать. В этом видео я покажу топ-3 идеи стрелок в стиле Хэллоуин. Итак, первый вариант это будет паузинка. Для начала на все века я наношу светленькие блестящие тени. Это будет нашей основой под будущую стрелочку. Немножечко высветляю уголки гладика, прокрашиваю реснички, чтобы у нас была основа для будущей стрелочки. Мне почему-то так намного проще рисовать стрелки. Немножко нижнее. Дальше у нас пойдет подводка, у меня это от Мэйбур. Сначала мы рисуем стрелочку, даем направление, затем прокрашиваем вдоль ресничного ряда и соединяем с хвостиком. Сразу работайте зеркально на втором глазике, так намного будет легче сделать стрелочки одинаковыми. У таких арт-стрелок лучше всего подойдет фломастерная подводка, так как она не растекается. Но вы в принципе можете взять ту, которая вам нравится больше. Затем от уголочка гладика рисуем стрелочку вниз. Одну, чуть-чуть дальше. Вторую. Можете просто сначала наметить, а потом уже навести нормально. И третью. Вот так. И сразу точно так же на втором глазике. Постарайтесь, чтобы они были одинаковыми. Я их уже немножечко навела, только не делайте их слишком жирными, пусть они будут лучше потоньше. Тогда наша паутинка получится более изящной. И начиная с серединки соединяйте наши полосочки вот такой уже паутинкой. Тут главное не спешить, сделать все аккуратненько. Вот такой вот глазик у меня получился. При желании можно еще сюда добавить паучка. Тоже будет очень интересно. И повторяем все точно так же на втором глазике. Вот такая вот паутинка у нас получилась. Можно еще дополнить образ накладными ресничками. И вот так выглядит образ с накладными ресничками. Я взяла прям максимально пушистые, потому что это единственный, наверное, день, когда вы можете взять любые ресницы, которые хотите. Это не будет смотреться как-то слишком. Приступаем ко второй идейке. Это будут крылышки летучей мыши. Я снова на все века наношу такие сияющие тени. И добавляю на нижнее веко немножечко коричневых теней. Вот так совсем чуть-чуть, просто чтобы добавить форму глазику. Снова совсем чуть-чуть прокрашиваю реснички. Если вам удобнее прокрашивать реснички уже после стрелочки, тогда делайте так, как вам удобнее. Мне просто наоборот. Они мне создают такой каркас, и мне так легче держать саму подводку. От околочка глазика даем направление нашей стрелочке. Только в этот раз. От складочки века даем направление в сторону хвостика нашей стрелки. А вот эта вот часть соединяем вот таким полукругом. Вот сюда. И затемняем. Вот такая линия у вас должна получиться. Затем затемняем вдоль ресничного ряда. Повторяем все точно так же на втором глазе. Даем направление. Немножечко прокрашиваем вдоль ресничного ряда. Проводим линию от складки века. И соединяем ее с нашим хвостиком. И делаем полукруг. Затемняем вдоль ресничного ряда. А вот теперь начинается самое интересное. От окончания хвостика нашей стрелочки делаем вот такой вот изгиб. И возвращаемся обратно. Опять делаем изгиб. И снова. Это и есть наши крылышки летучей мыши. Размер уже делайте так, как вам нравится. Вот такие изгибы получаются. И все точно так же делаем на втором глазике. От хвостика делаем полукруг. И возвращаемся. Еще один. И еще один. А теперь уже спокойненько затемняем и вырисовываем. Вот такие крылышки летучей мыши у нас получились. Так же можно дополнить накладными ресничками. Вот так образ смотрится с накладными ресничками. Я выбрала тоже пушистые, но удлиненные по уголочкам. Чтобы подчеркнуть изгиб крылышек нашей летучей мыши. Приступаем к третьему варианту наших стрелок. Это будут стрелки клоун. Снова в качестве основы наношу сияющие тени на все веко. Кстати, в этот раз можно нанести какие-то, например, яркие оттенки. Можно красные использовать. Он будет очень даже, кстати, прикольно смотреться тут. Снова коричневым прокрашиваю нижний век немножко. Добавляю ресничек. И начинаем делать нашу стрелочку. Даем направление. Прокрашиваем вдоль ресничного ряда. И соединяем. В этот раз можно сделать стрелочку очень длинной. И вторая стрелочка тоже уже готова. Теперь находим центр глазика. И намечаем линию вниз. И на втором точно так же. Затем параллельную ей над бровью. Делаем немножечко такой треугольничек. Но хвостик тоненький. Вот такие линии у вас должны получиться. Теперь точно так же делаем сверху. Вначале рисуем такой вот треугольничек. И тоненький кверху. Такие стрелочки должны получиться. Также предлагаю дополнить накладными ресничками. Вот так макияж выглядит с накладными ресничками. Этот образ можно дополнить еще румянцем на кончике носика. Вот так. Третий вариант стрелок на Хэллоуин готов. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравились такие варианты. Будьте неотразимы на вечеринке.